Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Здравствуйте, отец Игорь. Поздравляю вас с наступившими рождественскими праздниками, с новогодними праздниками. Очень рада с вами встретиться в главном храме Одинцовского городского округа в преддверии празднования Крещения. Спасибо, очень приятно. Я в свою очередь тоже всех поздравляю с этим действительно радостным праздником, праздником чудесным, праздником Рождества Христова. И как в церковном обиходе принято называть новолетием, несмотря на то, что, казалось бы, Новый год по церковному календарю наступает 14 сентября, но, тем не менее, всеверующий 31 декабря приходит в храм для того, чтобы совместно свершить новогодний молебен, поблагодарить Бога за год прошедший и просить благословения у Бога на предстоящий год, 21. Поэтому всех вас поздравляю. Поздравляю прихожан Одинцовского благочинения. Поздравляю всех тех, кто помогал нам на протяжении 2020 года. 2020 год был достаточно сложным годом, наверное, для всех нас. Тем не менее, слава Богу и благодарность Богу за то, что мы пережили этот период и вступаем в год 2021. Безусловно, что в этом году, в 2021, все возлагают на этот год огромные надежды и, самое главное, на здоровье, чтобы все были здоровы. Никакая пандемия нас больше не одолела, не закрывала в своих домах. Тем не менее, 2020, как правильно вы уже сказали, был достаточно сложным, непростым годом, в том числе для прихожан храмов. Потому что в преддверии светлого пасхального воскресения храмы были закрыты для посещения именно прихожанами. И это была большая трагедия для многих. Но и здесь церковь, в общем-то, пошла всем навстречу. И службы не прекращались ни на минуту. И все желающие могли это смотреть, ну, правда, в онлайн-режиме, но, тем не менее, очень много было благодарностей. Вот все-таки, если оглядываться назад, 2020 год, каким он был для каждого из нас? Вы знаете, наверное, прежде всего стоит отметить, что, наверное, у людей в 2020 году был какой-то страх перед неизвестностью, что же будет дальше. Но сейчас, во прошествии вот уже определенного времени, люди поняли, насколько важно было пережить этот период. Потому что, к сожалению, мы очень часто относимся к тому, что имеем, не в должном мире оценивая. Мы, как правило, этим пользуемся, но не понимаем, насколько это важно в нашей жизни. Казалось бы, люди приходили в храмы на протяжении 19-18 года, всех предыдущих лет. Для них это было чем-то естественным прийти на Пасху, Великую Субботу, осветить пасхальные снеди, прийти на ночную божественную литургию, или прийти с семьей на протяжении пасхальной седмицы. А здесь, ввиду того, что люди были лишены этой возможности, да, они осознали, и, по крайней мере, многие из них поняли, насколько это важно, личное участие в жизни Церкви и личном участии за божественной литургией. Конечно же, благодаря и вам в том числе, и многим другим помощникам, мы смогли дать людям хотя бы некое утешение в плане трансляции богослужения и в сети интернета, и по телевидению. И они этому были рады. Действительно, многие отзывались о том, что до слез смотрели это богослужение. Но были вместе с вами, вместе... Были вместе с нами, чувствовали сердцем, что находятся действительно в храме. Хотя, казалось бы, лично в общении этого были лишены. И, действительно, люди, осознав это, чего они могут лишиться, они уже неоднократно говорили о том, что они благодарны этому году. Казалось бы, странно, год был сложный. Он был сложный и в плане работы медицинских учреждений, потому что такая нагрузка, которая легла на медиков, на врачей, на медсестер, наверное, уже давно не ложилась на этих людей, которые очень самоотверженно несли свое служение на протяжении всего 20-го года и сейчас несут. И, конечно же, финансовая составляющая семей тоже немножко поколебалась ввиду того, что многие не имели возможности ходить на работу, хотя все социальные выплаты, казалось бы, им выплачивались, но, тем не менее, люди привыкли к общению, к живому общению. Поэтому для них это было достаточно тяжело и сложно. И вот на протяжении... Начиная с верного воскресенья и заканчивая первым июня, то есть более чем полтора месяца, действительно, доступ в храм ограничивался, и люди не имели возможности лично принимать участие в богослужении. Хотя священнослужители продолжали нести свое служение, богослужения также совершались и утром, и вечером. Это можно было также каждый день увидеть в сети интернет или есть прямые трансляции. Священнослужители приходили на дом и причащали, и соборовали людей, которые находились уже в крайне тяжелом состоянии. И вот все это время церковная жизнь не прекращалась. Она просто приобрела немножко другую форму, но, тем не менее, та молитва, которая возносится Богу в любом храме, и Одинцовского благочиния, и в любом другом храме, она не прекращалась. И мы, конечно же, за это благодарны и Богу, и за ту помощь, которую нам оказали представители власти для проведения вот этих богослужений. Конечно же, особой радостью была в том, что люди, которые не имели возможности осветить куличи, пасху, пасхальные яйца, они были вознаграждены это тем, что благодаря усердиям Андрея Робертовича, главы нашего округа Одинцовского, многие люди получили пасхальные куличи. Вот мы как раз находимся в том храме, где совершалось освящение 10 тысяч куличей от главы Одинцовского городского округа, и с какой же радостью волонтеры развозили эти куличи для всех наших жителей. Это был действительно настоящий пасхальный подарок, потому что многие просто не ожидали, что в 2020 году им удастся откушать именно вот освященный кулич. Действительно, да, вот я помню этот момент, когда вот отсюда, от собора отъезжали машины в разные города Одинцовского района, да и даже небольшие веси, и в этих машинах были освященные пасхальные куличи, и действительно многодетные семьи, и социально защищенные слои населения нашего Одинцовского района, скажем так. Потому что ветераны, участники, дети получали куличи, действительно для них это было чудо. Вот то ощущение чуда, которое, наверное, они испытали, когда на пороге видели волонтера, которые тоже, по верти мне, наверное, очень устали, потому что им пришлось объехать многом и очень много людей, и с этим пасхальным куличем, когда они видели на пороге сводома волонтера, и, конечно, это какая-то непередаваемая радость для человека получить вот такую весточку пасхальную, да, тем более весточка-то была очень вкусной. Да, и каждый кулич был повязан ленточкой с открыточкой именной от Андрея Робертовича, но это было действительно вот фантастически, и такие моменты стоит ценить, и вот именно они, наверное, помогают нам взглянуть совершенно иначе на 2020 год. В любом случае, 2020 год был сложный, да, но и утешение, которое мы получали, да, от Бога через людей, которые имели возможность помочь, да, другим людям, были тоже колоссальны. Много всего интересного нам люди рассказывали о тех чудесах, которые происходили в их семьях за все это время, да, многие, наконец-то, из них сели спокойно поговорили, потому что иногда в этой суете жизни не всегда удается людям просто сесть спокойно поговорить. Многие решили какие-то свои внутренние вопросы, да, многие что-то осознали. Ну, на самом деле, вот люди, которые приходят и сейчас осознают, что произошло, они говорят, что благодарны этому году прежде всего. Хотя, повторюсь, сложность этого года никто не отрицает. Одинцовское благочение тоже одним из первых при начале пандемии включилось в эту работу, и у вас был создан целый фонд помощи. Ну, наверное, не совсем фонд, был создан некий волонтерский штаб, была открыта горячая линия, и мы тут, по большому счету, выступили помощниками администрации, потому что тот объем звонков и просьб, который в этот период, когда люди находились дома, не могли даже выйти в магазин, он был, конечно, колоссальный. И поэтому часть звонков принимали мы, и волонтеры, которые помогают нам в храмах Одинцовского благочения, старались помочь тем просителям, которые обращались на горячую линию. Вот за все это время было принято, если я не ошибаюсь, более 600 звонков, и каждая просьба, она принималась, и по возможности людям оказывалась помощь. Причем просьбы были самые разные. Кто-то просил просто сходить в магазин и купить каких-то продуктов, кто-то просил принести свечи для домашней молитвы, кому-то нужна была просфора. То есть люди, в принципе, обращались разными просьбами. И повторюсь, что каждому человеку, который обращался, мы старались помочь. Причем старались помочь это сделать от сердца, чтобы действительно человек понимал, что он не один, и что он не брошен. И что помощь всегда придет, если он обратится. Сейчас храмы, слава Богу, открыты для посещения, но действует ряд мер, как проходило Рождество. Действительно, храмы открыты, и мы за это тоже благодарны Богу. Какие-то ограничения, безусловно, остались и в Московской области, и в городе Москве. Мы также призываем их к тому, чтобы расстояние между ними хотя бы сохранялось в полтора метра. Те, кто люди приходят без маски, в силу разных причин, мы маски эти выдаем. Мы также осуществляем до сих пор помощь тем людям, которые в этом нуждаются, на дому. За последнее время даже в Красной зоне, в Одинцовском районе, ведется причащение тяжелобольных, которые переносят коронавирусную инфекцию. Это достаточно сложно, их причащают. У нас есть священнослужители, которые имеют специальные костюмы, которые уже сами переболели этой инфекцией, имеют антитела, поэтому они приходят в Красную зону и причащают тех, кто там находится. Это происходит и в больницах города Одинцова, и в центре парка «Патриот». Поэтому здесь тоже можно сказать, что даже, казалось бы, у людей, которые болеют и переносят это очень тяжело, у них прежде всего вот это желание, чтобы к ним пришел священнослужитель, причастил их, оно сохраняется и, наверное, даже в большей степени проявляется нежели в здоровом состоянии. Отец Игорь, приближается праздник крещения. Как он будет проходить в церквях Одинцовского округа? Ну, мы уже имеем опыт проведения таких многочисленных богослужений, вот именно в период определенных ограничений. Вот совсем недавно был праздник Рождества Христова, и, конечно же, в этот день в храмах особенно много людей, и особенно их много и в Георгиевском соборе города Одинцова. Поэтому в этот день для того, чтобы немножко развести людей по разным временным, скажем так, рамкам, мы совершали четыре божественные литургии, то есть четыре основных богослужения, два ночных и два утренних. И по большому счету нам удалось сохранить и вот ту социальную дистанцию в полтора метра, и сделать так, чтобы в одно и то же время скопление людей в храме не было чрезмерным. Исходя из этого опыта, конечно же, мы также будем совершать богослужения и в праздник крещения. Ночью тоже будет совершаться божественные литургии, тем более день этот рабочий. Может быть, те, кто утром потом поедут на работу, смогут хотя бы ночью прийти в храм для того, чтобы помолиться, для того, чтобы причаститься, для того, чтобы взять святой воды. И утром будет совершено еще две божественные литургии. Святую воду – это действительно особая святая вода. Чин это совершает всего дважды в год – 18 января и 19. Чин, мы из года в год это говорим, что чин – это абсолютно одинаковый великого освящения воды, что 18, что 19 января. Поэтому за святой водой можно будет прийти и 18 января в течение всего дня. И сколько часов? Примерно освящение воды будет совершаться в 10.30 утра 18 января. Потом на протяжении всего дня вода будет раздаваться в нижнем храме. Примерно это будет совершаться до 2 часов ночи, 19 января. Потом ночью храм закроется примерно в 2.30 до утреннего богослужения. Мы проведем все необходимые работы по дезинфекции. И примерно в 6 часов утра храм вновь откроется и будет совершаться божественная литургия, после которой также будет освящение воды. И в 9 часов 30 минут еще будет одна божественная литургия, 19 января. И на протяжении всего дня, примерно до 21 часа 19 января, можно будет прийти спокойно в храм и взять святую воду. Конечно, мы призываем, чтобы люди тоже каким-то образом рассредоточились. Потому что святой воды, поверьте, хватит на всех. Мы в этом можем вас заверить. Поэтому, если вы придете утром, днем или вечером, в любом случае, вы сможете взять необходимое количество воды, чтобы вам запастись ее на предстоящий год и уже, исходя из ваших потребностей, ее потреблять. Отец Игорь, все возлагают большие надежды на 2021 год, но мне кажется, что многое будет зависеть от каждого из нас. Вот что бы вы пожелали всем прихожанам, всем жителям Одинцовского округа в наступившем году? Вы знаете, мне хочется, наверное, пожелать, чтобы люди приумножали любовь прежде всего в самих себе. Потому что если мы в самих себе будем приумножать любовь, то эта любовь будет приумножаться и вокруг нас. Мы очень часто с чем-то боремся или бываем чем-то недовольны. Если мы больше будем выражать благодарности, если мы будем больше выражать любви, следовательно, вот эта благодарность и эта любовь, она будет вытеснять все негативное из нашей жизни. Потому что, к сожалению, очень часто мы становимся сами участниками разрушения своей собственной жизни, когда приумножаем в своей жизни негатив и все отрицательные эмоции или проявления эмоций. Поэтому всем жителям Одинцовского округа желаю приумножения любви в самих себе и проявления этой любви по отношению к своим родным, близким, просто ближним людям. Спасибо, отец Игорь, что сегодня вы были с нами. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok